Артёмовский колледж точного приборостроения входит в Ассоциацию образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области. Согласно плану работы этой ассоциации, на Артёмовской земле состоялся областной семинар на тему создания дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время. В АКТП собрались гости из городов Восточного управленческого округа, входящие в состав ассоциации. На семинаре присутствовали представители из Тавды, Ирбита, Режа, Алапаевска, Верхней Синячихи. Открыл семинар директор колледжа Галина Уточкина, рассказав немного о самом учреждении. Многие были у нас в колледже, многие не были в колледже. Колледж в 55 лет, в этом году исполняется 4 июня. Колледж – это старейшее образовательное учреждение в нашем городе, в городе Артёмовском. В 2007 году у нас произошла реорганизация путём слияния двух учреждений – Артёмовского профессионального училища и Артёмовского большего прочного прибора строения. И сейчас мы работаем как одно образовательное учреждение. Для введения в курс самого семинара организаторами была подготовлена некоторая информация по теме. Они рассказали о создании дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время и о деятельности научного общества студентов. Целью проведения нашего семинара – это актуализация проблемы в самореализации личности, обучающихся во внеурочное время. Задачей нашего семинара является представить созданную в образовательном учреждении среду, ориентированную на самореализацию обучающихся во внеурочном время. Организация занятий по направлению внеурочную деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в любом образовательном учреждении. Такие занятия, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые научные исследования, общественно полезная практика, взаимосвязанные между собой, что говорит о единой системе построения внеурочной деятельности, обучающейся и статистике. Самореализация обучающихся, по идее, состоит из двух частей. Это творческая самореализация, которая осуществляется посредством участия студентов в творческих конкурсах, фестивалях, спорте, самоуправлении. И о втором направлении подробнее рассказал следующий докладчик. Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших средств в повышении качества подготовки и воспитания компаний, владеющих умудренные знания в области, действующих институты и трензакций, а также владеющих навыками организации и выполнения исследовательской работы, способных порчить перешить практические задачи современной индустрии и экономики, и эффективно применять свои практические деятельности в достижении современной науки. При влечении к научно-исследовательской работе студентов позволяет формировать и развивание в творческом мышлении, вырабатывать умения и навыки самостоятельной работы с научной литературой, подготовки и проведения экспериментов, обсуждение полученных результатов, оформление выполненных работ, а также обладевать навыками работы в научных коллективах. Исходя из этого, в 2008 году в ходе чего было организовано научное общество студентов. Работа научного общества студентов проводит прецедатель, которым является педагог, и сопрецедатель, которым является студентом. Куратом научного общества студентов и консультантом является заместитель директора учебно-медагогической работы консультанта МИТОИ. Все участники научного общества студентов у нас имеют удостоверение, которые подтверждают их участие в деятельности научного общества. Свою деятельность научного общества студентов проводит под непосредством руководителей направлений. Непосредственные действия научного общества еще годно пересматриваются с торжествами и интересами студентов. Основными направлениями научного общества являются техническое, проявительное, информационное, физико-математическое, хилологическое, история научных открытий. В рамках данного семинара было запланировано проведение пяти мероприятий, в ходе которых гости смогли наглядно увидеть практическую деятельность преподавателей и студентов АКТП. Конечно, не всю, но хотя бы кое-что. Мероприятия проходили одновременно по плану в разных аудиториях, по которым и отправились участники семинара. Занятие технического направления научного общества студентов было подготовлено и проведено в форме конструкторского бюро. Занятие краеведческого направления состоялось в музее колледжа в виде лекции. Совсем иначе была организована интеллектуальная игра «Ума-палата». Ребята, давайте послушаем. Кайс 18, пожалуйста. Вопрос номер 7. Что можно приготовить, нам нельзя съесть. Так, нужно время? Нужно, можно, можно. Уже готово, а где сигнальная карточка? Падана. Вот она, сигнальная карточка. Пожалуйста. У нас есть. Ответ не верно, здесь не надо. Давайте подумаем. Занятие информационного направления научного общества студентов состоялось в форме дискуссионной трибуны под названием «Будущее начинается сегодня». А также гости смогли побывать на внеклассном мероприятии по иностранному языку, проходившем в форме интеллектуальной игры «Морской бой». И завершила этот ряд мероприятий развлекательная игровая программа «Русские забавы». Студенты колледжа вместе с преподавателями и гостями, переодевшись в русские народные наряды, провожали зиму и встречали весну. Март идет по земле. Март копельник, март протальник, март свистун, март березол. И хотя ветер еще холодный и мороз зол по утрам, березол-свистун зазывает весну. Весна красна, долгожданная. Где же ты долго так бродишь? Когда к нам придешь? А землицы на Руси лицом рябоватые, а земля-то людьми богатая. И в плечах, и в руках у носилища будут нынче народные игрища. Что ни лес, ни трава растилаются, праздник русских забав начинается. Великий русский праздник, начинающий путь к урожаю, так любимый нашими предками, артемовские студенты разыграли с особой радостью. Дорогие друзья, земляки, Честь и слава и гордость России. Вы в труде, вы в делах велики. Имена ваши очень простые. Алексеи, Ильи, Михаилы, Иваны, Петры да Кириллы шли в атаку, взрывали мосты, не жалея ни жизни, ни силы. Дорогие друзья, земляки, Анны, Марии да Анастасии, ваши души, как мир широки, вы надежда и совесть России. Эту землю любили, как мать, не жалея для родины жизни и умели всегда понимать все великие думы отчизны. Дорогие друзья, земляки, никакие нас в буре не разнят, и поэтому с легкой руки открываю заслуженный праздник. Встретили весну красную хлебом да солью, а для гостей студенты приготовили еще много разных угощений. Встречали весну большими хороводами да народными забавами, мерили силой русскою да удалью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Куда он вязал? Вставай! Финиш вот он! Так они близко стоят! Вставай! Близко-то не вставайте! Шестого не будет, финиша не будет! Шестого не будет, финиша не будет! Давай! Готовы? Готовы? Начали! Давай, давай! Учишь уроки учить! Стоит отметить, что забаву у артемовских студентов были не самые традиционные, но зато очень веселые. Как для самих участников, так и для зрителей, наблюдавших за неловкими положениями студентов. Мы играем в домино, уже без наших дореми. И все давно решено, и расставлены точки над «и». Итоги года я понял и принял дело, застыло пороги моды и боли. Таким образом, артемовские студенты продемонстрировали свои таланты и одновременно то, какие возможности дает им колледж для самореализации их личности. А сам областной семинар завершился круглым столом, в рамках которого все его участники смогли обменяться полученными впечатлениями и мнениями, совместно выработать некоторые рекомендации и подвести общие итоги встречи.